Инновации окружают участников нашего форума практически везде. Вот, к примеру, этот бейдж. Здесь существует целых два кода. Один двухмерный, ваш идентификационный номер, второй трехмерный, в котором зашифрована ваша фамилия, имя, отчество, а также предприятие, которое вы представляете. Этот код – разработка специалистов IT-службы нашего форума. В чем еще заключается их работа и что в ней инновационного в нашем следующем сюжете? Главный вопрос, которым задавались участники форума на протяжении нескольких дней – когда же появится интернет. Сегодня он, наконец, работает, и любой желающий может воспользоваться всемирной паутиной через Wi-Fi. Вышка, которую вы здесь наблюдаете, предоставила компания Ростелеком. Наконец-таки она заработала, и мы счастливо раздаем интернет нашему участнику. А с чем были связаны проблемы с интернетом? Проблемы были связаны, я думаю, что в организационном плане компания Ростелеком не успела проверить, могут ли они достучаться до своего оборудования с этой точки. Войти в сеть можно с помощью одного из общих компьютеров. Здесь никаких паролей нет. Если вы хотите оказаться онлайн со своей машины, это возможно. Wi-Fi покрывает всю территорию лагеря. Вы попадаете при загрузке какой-нибудь страницы, попадаете на страницу авторизации, где вводите логинный пароль, который вы указывали при регистрации на форум. А если забыл? Если забыл, то тогда подходите к нашему системе администрации, администратору Андрею Дунину, он или Илье Анисимову, и они вам помогают установить пароль. Наш лагерь – это единая телекоммуникационная система. В нее входит IT-шатер, где расположен сервер, пресс-центр, 6 лекционных залов, оснащенных мультимедийным оборудованием, плазмами, проекторами, кондиционерами, компьютерами и т.д. В лагере установлено 16 компьютеров, работающих на инновационной технологии «Тонкий клиент», то есть без использования жесткого диска, 8 ноутбуков и 5 нет-топов. Сегодня IT-служба сделала участникам форума еще один подарок. Теперь вы всегда можете абсолютным...